Профессия учителя не нуждается в особой рекламе. Учителя, открывая перед детьми окно в прекрасный мир знаний, передают им самое ценное – опыт, накопленный предыдущими поколениями. Муниципальный этап конкурса «Учитель года Кубани» позволяет педагогам проявить свои лучшие качества, сделать еще один шаг вперед в профессиональном росте. На предварительном заочном этапе конкурса его участники представили на суд жюри интернет-портфолио и сочинение эссе. После их оценки были выбраны лучшие, которые прибыли в 4-й лицей, чтобы побороться за звание «Учителя года Кубани» в Славянском районе. Постарайтесь полностью погрузиться в атмосферу конкурса. Помогайте друг другу, если конкурс этого требует. Без этого у вас ничего не получится. Я желаю вам удачи и понимаю, что эти ближайшие 4 дня будут для вас несколько утомительными. Но в пятницу почти все из вас поймут, что эта усталость будет для вас приятной. А для одного из вас все только начинается. Участники конкурса соперничали в 4-х номинациях. Основной конкурс – дебют года «Учитель года Кубани» по кубановедению и по основам православной культуры. В 4-м лицее остались участники основного конкурса, которые с помощью жребия определили очередность выступлений. Первым и очень непростым этапом основного конкурса стал методический семинар, в ходе которого учителям нужно было использовать весь свой накопленный опыт и проявить лучшие качества. Очень важную роль в конкурсе играл урок. Конечно, давать его предстояло в незнакомом классе. Очень важно было заинтересовать детей, найти с ними общий язык. Строгая жюри оценивала все достоинства конкурсантов. Принятие христианства способствовало сплочению всех русских земель. Но управлять огромной территорией князю Владимиру было очень непросто. И давайте же, юные исследователи, узнаем с вами, а что же, какое решение принял Владимир, что же он сделал в этой ситуации. После педагогического совета для основного конкурса и педагогического дебюта состоялся общий для всех круглый стол по теме «Свобода учителя». Были подведены итоги и определены лучшие. Конкурсантам пришлось нелегко. Нужно было грамотно действовать, принимать решения, высказывать свое оригинальное мнение. Лидеры конкурса сразу же уверенно заявили о себе. Победители этого года заявили о себе с первого дня. На удивление, все члены жюри отмечали во всех конкурсных испытаниях их лидерство с самого первого дня. Поэтому их победа не случайна. Лучшим педагогическим дебютантом стала Дарья Маркелова из пятой средней школы. Самым приятным, наверное, было участие, весь сам процесс. Несмотря на усталость, на то, что не усыпалась, я каждое утро вставала. Крутилась, собиралась позитивно. А самое сложное было, наверное, проявить фантазию в полной мере, которая вообще возможна, и удивить, и показать себя именно как профессионала. Марина Карасюк из 56-й школы победила в номинации «Основы православной культуры». Нужно в душе каждого ребенка воздвигнуть храм. Это не значит, что ребенок должен верить в Бога, это не значит, что он должен исповедовать какую-то религию, он должен вырасти добрым, настоящим, целеустремленным в жизни человеком, нужным нашему обществу. В номинации «Кубановедение» не было равных Виктории Пранько из 6-й школы. Я уже участвую третий раз в этом конкурсе, и начинала с третьего места, второе место, и сейчас победитель. Была готова к этому, морально не была готова, потому что это очень большого требует напряжения сил. С коллегами приятно всегда встретиться лишний раз, обменяться какими-то изюминками, новинками. Добрая, приятная атмосфера. Победителем основного конкурса стала учитель русского языка и литературы из 1-го лицея Татьяна Матряшина. Стаж ее педагогической работы 21 год, и она очень любит свой предмет. Для меня конкурс – это шанс заявить о себе, и я думаю, что я это сделала. И, безусловно, это ступень. Во-первых, участие в конкурсе заставило систематизировать свою работу, привести все в порядок, привести в порядок мысли. И, безусловно, познакомилась с новыми людьми. Мне понравились идеи конкурсантов, которые я, безусловно, тоже впоследствии буду применять в своей работе. Не за горами краевой конкурс. Татьяна Матряшина уже начала к нему подготовку. Пожелаем ей удачи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».